Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой пятидневки. После выходных возвращаемся традиционно мы на финансовые площадки, чтобы оценить те самые события, которые на повестке грядущей недели. Я думаю, что в каком-то контексте вы уже ознакомились с теми событиями, которые впереди. Событий будет очень много, и они будут касаться как европейского региона, так и США. То есть два региона, которые представляют сейчас для нас самый большой интерес, потому что мы ждем определенного рода судьбоносных с точки зрения принятия решений событий, как со стороны первого, так и со стороны второго. На этой неделе в целом у нас ЕЦБ, ставки, рефинансирование по депозитам, традиционная пресс-конференция. Послушаем Марио Драги, что он скажет, и в принципе, что он думает о крайних низких значениях по инфляции, и будут ли подприниматься дополнительные шаги, чтобы исправить эту ситуацию. Ну и, безусловно, самый главный отчет по американскому рынку труда, Non-Farm Pairos, который у нас на эту пятницу. И если мы в очередной раз получим очередной сильнейший релиз, как по количеству новых рабочих мест, если с хозяйственного сектора, так и по динамике заработных плат, тогда уж вероятность повышения процентной ставки, думаю, не будет ошибкой, если мы скажем, будет более 50%, и мы непременно станем готовиться к этому долгожданному событию. Ну, давайте теперь обо всем по порядку. Начнем мы традиционно с динамики, которую показывает бренд. Не забывайте также о том, что сегодня в 16.30 состоится вебинар, правильный понедельник, где мы еще раз пробежимся по основным событиям прошлой недели. Проанализируем, каким образом рынок отреагировал на них и что с точки зрения последствий можно ожидать от этих релизов и, в принципе, на какие отчеты нам нужно настраиваться в рамках предстоящих пяти дней. Бренд закрыл прошлый день, то есть прошлую торговую сессию, которая состоялась в пятницу, на отметке 50 ровно. Сейчас торгуется снова с понижением, и будем надеяться, что нагрузка на ценовые позиции сохранится, и медведи продолжат локально доминировать в рамках предстоящих пяти торговых дней. После того, как бренд предпринял попытку на прошлой неделе добраться до 51 доллара за баррель, действительно было страшно. То, что этот актив пойдет еще выше, 55, уже даже были позиции, которые предполагали такое рыночное мнение о том, что можно занимать длинные сделки до 60. Но я по-прежнему не вижу для тем более такого выраженного бочевого ралли каких-либо серьезных фундаментальных оснований. Поэтому, оценивая текущую ситуацию, которая складывается на мировом рынке энергоресурсов, я по-прежнему вижу достаточно факторов, указывающих на то, что бренд очень высоко забрался сейчас. И логично делать ставку как раз на коррекцию. Большую часть торговой сессии пятницы мы видели, как актив находился под давлением, но смог восстановить свои позиции. Собственно, вернувшись к сопротивлению 50, буквально под закрытие дня. Причин было несколько. Во-первых, это сообщение о том, что объемы добычи в Нигерии нефти снизились до 1,1 миллиона баррелей в сутки. Это не что иное, как минимальное значение за последние 22 года. Напоминаю то, что потенциал производства нефти в Нигерии составляет около 3 миллионов баррелей в сутки. Если бы не постоянные конфликты, безоткновения, уверен то, что Нигерия вполне могла бы выйти на эти показатели. Тем более, что где-то в 2011-2012 году мы наблюдали точно такие же цифры. Что касается тех инцидентов, которые произошли на прошлой неделе. В частности, буквально под закрытие недели стало ясно об очередном саботаже на одном из ключевых терминалов С-Кравоса в Нигерии, где добывалось больше 160 тысяч баррелей нефти в сутки. Сейчас этот терминал не работает. Это локально может привести к еще большему снижению объемов производства. Но 1,1 это уже и так минимальное значение, как я уже отметил, за многие годы. Но вопросов к этой цифре очень много, пока официальные данные не подтверждают информацию, которая поступила из-за альтернативных источников на рынке. Рынок просто обсуждает статистику и, судя по всему, нашел в этом фактор поддержки. Однако, если мы вспомним официальные цифры четкого анализа, который проводится ближневосточным картелем, так вот, они отмечали буквально в прошлом месяце, что текущий объем производства в Нигерии составляет 1,6 миллиона баррелей в сутки против 1,85, которые добывались за аналогичный период годом ранее. В общем, статистика разнится. Я допускаю то, что на самом деле спад был существенный, поскольку все-таки статистика ОПЕК – это месячной давности. Нужно посмотреть за актуальными цифрами. Хорошо, что месяц заканчивается у нас. Впереди, собственно, эти самые цифры. Я, разумеется, как только они появятся в докладе традиционной межмесячной ОПЕКе, выпишу их и постараюсь, точнее, не постараюсь, а 100% донесу до вас, уважаемые трейдеры, как очередной фундамент, на который мы, собственно, смотрим, от которого отталкиваемся, принимая решения по трейдингу. Дополнительную поддержку Brent в пятницу еще оказала статистика по количеству нефтяных терминалов. В частности, количество платформ снова снизилось с 318 до 316. Мы надеялись на то, что будет прирост, но эти оптимистичные ожидания, они не должны никуда деваться, поскольку время идет, Brent находится на высоких ценовых значениях, и чем дольше он пребывает на отметке 50 долларов за баррель, тем больше у нас шансов увидеть прирост по факту возвращения на рынок прежних станцевых производителей. Поэтому, если рынок не хочет закладывать в основу коррекционной динамики исключительную перекупленность актива и недостаточно оснований для все-таки этого роста, более объективные основания даже для коррекции, возможно, как раз на настроение трейдеров смогут повлиять данные по количеству платформ и терминалов. То есть, следим за этой статистикой, снова у нас отчет уходит на неделю вперед, на пятницу, дождемся цифр, проанализируем и посмотрим за реакцией рынка. Также в последнее время мы видели, насколько рынок чуток к запасам нефти в США, как по версии АПИ, так и по данным Минэнерго США. На этой неделе тоже они в фокусе нашего внимания. Смотрим за цифрами и за реакцией рынка. Хочу также отметить, что против нефти в любой момент может сыграть сильный доллар, поскольку сейчас нет абсолютно никаких сомнений в том, что укрепление американца продолжится, тем более, что и в пятницу мы получили еще несколько серьезных сигналов, указывающих на то, что у американца сохраняется неплохой потенциал для сохранения своих лидерских рыночных оппозиций. Российская валюта сейчас скотируется на отметке 66.24 на премаркете, скоро рынок откроется, поскольку в пятницу ничего существенного не произошло, сегодня вряд ли мы увидим какой-то сюрприз на открытие. Консолидация выше 66 и уж точно выше 65 продолжается. Мы уже с вами отметили значение 65 как уровень, ниже которого рубль вряд ли уйдет, поскольку были основания, даже 50 долларов за баррель. При сохранении прежней корреляционной связи это неплохой ценовой рубеж, чтобы способствовать серьезному укреплению рубля, но этого не происходит. Причина – большие проблемы с дефицитом бюджета и просто то, что российское монетарное руководство не пустит рубль ниже, потому что нужны деньги для бюджета. Плюс ко всему мы знаем то, что велика вероятность активизации покупок для пополнения золотовалютных резервов, поскольку есть основания, в том числе и на верхушке, с точки зрения мнения о том, что текущее значение – это подарок, по сути, поскольку ухудшение ценовой конъюнктуры может основу обозначить прежние риски, которые способны привести к старой доброй девальвации рубля, особенно тогда, когда потенциал для этой девальвации очень серьезный. У нас цель по-прежнему 68,70, и если пара в ближайшее время сможет добраться до отметки 65, считайте, что это возможность, чтобы рассмотреть посыл, ранее обозначенный мной, для того, чтобы увеличить длинную сделку и позицию. Далее идем. Европейская валюта против доллара. Евро снижается и за последние 2-3 недели мы видели, как европейский валютный актив против доллара свалился с отметки 1,16, вот уже до уровня 1,11, потому что локальный минимум даже с сегодняшнего дня был ниже этой поддержки. Это еще не наша цель, но хорошо то, что евро продолжает снижаться, последовательно, как мы и прогнозировали, как хотели, без каких-то серьезных откатов, выпадов наверх, чтобы у нас не было сомнений с точки зрения того, что мы все правильно делаем. Нет никакой неправильной реакции. Евро все делает сейчас логично и хорошо. Евро корректируется, потому что понимает, что заложено в основу этой коррекционной динамики. Слабый фундамент, о нем мы говорили очень много. Уверен, что на этой неделе у нас также будет несколько отчетов. Мы будем анализировать те цифры, но нужно настраиваться уже на то, что статистика в ближайшее время не изменится. Второй момент – это риски Brexit, которые сохраняют актуальность не только для Англии, но и для еврозоны. Это отдельно, мне кажется, в качестве фактора стоит отметить очень низкие значения по индексу потребительских цен, тем более, что у нас уже два месяца подряд индикатор на отметке минус 0,2%. Буквально завтра у нас уже свежие цифры по индексу инфляции по еврозоне. И хорошо, что эту статистику мы сможем проанализировать буквально за день до выступления Драги и, соответственно, принять решение Европейским центральным банкам по изменению монетарного курса по ставкам. Поэтому, если индекс потребительских цен снова просядет, будет оставаться на таких же низких значениях, хотя бы даже на том же уровне минус 0,2%, тогда Драги придется очень точно коснуться, опять же, корректив с точки зрения вектора монетарной политики, поскольку рынок ждет этих самых решений и, наверное, европейская экономика без доп. стимулов не справится. Ну, если ИЦБ сейчас будет тянуть резину, тогда мы будем констатировать еще более низкие значения по потребительской активности. Поэтому у нас основной фокус внимания едет на этот четверг, когда будут опубликованы ключевые параметры денежно-кредитной политики и когда состоится пресс-конференция Драги. Настраиваемся на мягкую риторику, на анонс новых мер экономической поддержки, может быть, через снижение ставок в перспективе, либо расширение программы количественного смягчения. И уверен в том, что одних ожиданий, может быть, даже только разговоров и спекуляций на тему того, что ИЦБ действительно пойдет на эти стимулы, уже до четверга будет достаточно, чтобы мы с вами добрались до нашей заветной цели по паре евро-доллар 1.10, потому что давно уже метим на это значение и непременно доберемся. Остается 100 пунктов, учитывая то, что актуальные инвестировки сейчас 1.1106. Британская валюта против доллара. Хайп прошлой недели 1.4738, откуда последовала коррекция. Сейчас пара торгуется на отметке 1.4610, уже практически больше 150 пунктов. Но буквально на прошлой неделе у нас также был локальный выпад, потом коррекция, и мы вроде бы как с оптимизмом стали смотреть на то, что вот оно, то самое долгожданное ослабление, которое может перерасти в нечто большее, в дальнейший ход и смещение пары в район 1.42. Но тогда наши оптимистичные ожидания были избыточны, потому что появились новые данные по общественному настроению, и они спровоцировали снова уход пары и фунта прежде всего наверх. Сейчас идет коррекция, допускаю то, что повторного сюрприза не последует. Если так, то фунт продолжит полномерное снижение. В целом мы должны понимать то, что сейчас трейдеры стараются не обращать внимания на национальный фунтайм, потому что он не меняется, он остается плохим, указывающим на слабости всей экономики. Но трейдеры сейчас полностью вовлечены в политическую тему, связанную с предстоящим Brexit, референдумом, который состоится 23 июня. Вы помните то, что когда-то до этого события был квартал, время неумолимо движется вперед, но уже рядом с этим событием. Три недели – это ерунда. За эти три недели стоит ожидать серьезной активизации участников рынка в попытке отторговать этот самый новостной повод, который впереди. Общественное настроение будет непременно меняться, потому что есть две компании, одна из которых выступает за целесообразность выхода Англии из состава Европейского союза, другая компания выступает за то, чтобы Англия сохранила свое членство в ЕС. И можно сейчас будет услышать множество комментариев по поводу того, за либо против этого посыла, этой идеи. И это непременно будет влиять на общественное настроение. Общественное настроение будет сказываться на динамике британцев. На прошлой неделе мы видели, как весьма результативными оказались прогнозы казначейства Англии по поводу того, что если дело дойдет до радикального сценария, Англия потеряет больше 3,6% роста, инфляция вырастет до 2,3%, безработица повысится практически на 2%, фунт окажется под серьезным давлением, потеряет больше 15%, кто-то ставит на серьезное ослабление рынка недвижимости, потери стоимости больше, чем на 15%, кто-то поговаривает о том, что Лондон лишится статуса Международного финансового центра. И поскольку на прошлой неделе у нас был явный перевес того, что голоса собираются отдать за сохранение членства в ЕС, значит, эта кампания была более результативна. Но те, кто выступает против, разумеется, эти аргументы не одобряют, считают то, что это наигранная статистика, которая на самом деле не имеет ничего общего с реальностью. Поэтому, поскольку они еще себя не проявили, думаю, что проявят, может быть, на этой неделе даже. И тогда стоит ожидать, что та третья, скажем, категория респондентов, которые сохраняют нейтралитет, будет отдавать свой голос либо в пользу первого лагеря, либо в пользу второго. Если, соответственно, это произойдет в пользу тех, кто выступает за выход из ЕС, значит, мы увидим серьезнейшее давление на фунт, которое сможет, учитывая то, что пара сохраняет высокие показатели волатильности, имеет потенциал ослабить фунт против американцев, даже за одну торговую сессию, больше, чем на несколько фигур. Риски коррекции сейчас существенные, и я продолжаю делать ставку на то, что мы доберемся до отметки 1,42. Далее идем. Доллар против японской иены. В пятницу вышли данные по ВВП. ВВП отчет, как мы предполагали, оказался хорошим, 0,8% прироста против прошлого, 0,5%. Также состоялось еще выступление председателя ФРС Джанет Йеллен, вот, собственно, тезисно я выписал для себя, чтобы дать вам дополнительного, скажем, позитива, особенно тем трейдерам, кто берет в усиление позиций американцев. Я надеюсь, что среди вас много таких. В частности, Йеллен отметил то, что ситуация на рынке труда улучшается, доля экономически активного населения растет, индекс потребительских цен постепенно движется к целевому значению, возможно, на достижение цели в 2% потребуется меньше времени. И что самое важное, ключевой комментарий Йеллен, за который сейчас нацепляются все, то, что предстоящие месяцы являются подходящими для повышения процентной ставки. Думаю, что эти слова и эти прогнозы можно тут же транслировать и интерпретировать то, что в июне у нас есть шанс дождаться решения по повышению процентной ставки. Учитывая последний фундамент, в частности, по показателям ВВП, до этого у нас были хорошие заявки на пособие по безработице, заказан товар длительного пользования, до этого еще комментарий Пауса, который является представителем Федерального комитета, о том, что будет голосовать за повышение процентной ставки, а до этого еще Розенгрена, Вильямса и Дадли, у нас действительно сейчас есть основания сказать, то, что вероятность повышения процентной ставки уже можно оценить более чем в 50%. И это, между прочим, на ближайшее заседание, которое состоится через две недели. Июньское заседание, которое может стать судьбоносным для доллара, потому что на этом заседании могут быть озвучены решения по ужесточению монетарной политики и нормализации денежно-кредитного курса. Поэтому я продолжаю ставить на рост доллара против иены, и мы видим то, что пара наконец-таки пробила наше долгожданное сопротивление, которое держалось очень долго, 111, и сейчас котируется на отметке 111,27. В пользу роста доллара, говорят, и слабые данные по инфляции, тем более, что в рамках токийского индекса потребительских цен мы знаем то, что индикатор в прошлом месяце просел на минус 0,5% против прошлого минус 0,3%. Дефляционные риски усиливаются и создают все больше оснований, чтобы банк Японии, но наконец-таки взял ситуацию под контроль и дал экономике дополнительную поддержку, доп. стимулы, может быть, через расширение программы количественного смягчения либо через снижение процентных ставок. Поэтому по USD иены мы уже нацеливаемся на следующее сопротивление 112. И неумолимо приближаемся к нему. Из других валютных активов еще хотел отметить пару USDCAD, тем более, что на прошлой неделе также канадец у нас отметился очень неплохим бычим ралли. Мы наблюдали, как с отметкой 1,32 пара ушла ниже 1,30 после того, как Банк Канады принял решение оставить процентную ставку на неизменном уровне, на целых 0,5%. Однако тогда же стало ясно, то, что в ближайшее время трейдерам стоит рассчитывать на очень слабые макроэкономические показатели и серьезное снижение ВВП. Поскольку в прошлый месяц из-за пожаров, которые произошли в Альберте, мы делали ставку на этот регион канадский, когда говорили про нефть. И эти пожары повлияли на экономическое восстановление и, может быть, отняли у показателей ВВП больше 1%. Разумеется, об этом мы узнаем только в следующем месяце, когда выйдут данные по ВВП. за май. Но, судя по позиции Банка Канады, у нас есть все объективные основания надеяться, что цифра будет очень плохая. И первый квартал крайней слабости уже перерастет во второй квартал еще, может быть, даже большей просадки. Именно поэтому мы с вами говорим о том, что канадской экономике не обойтись без снижения процентной ставки. Но единственное, что может спасти регион от этого, это повышение ставки в рамках ФРС либо серьезное ослабление нефти. Пока мы прогнозируем, конечно же, это, но, может быть, все-таки решительность со стороны Банка Канады окажется на передовой гораздо раньше. В любом случае, ждем слабости для канадца, и особенно эта идея в торговле с долларом актуальна из-за силы американца, поэтому USDCAD у нас движется вверх. И вот с минимальных значений 1,2909, которые были показаны на прошлой неделе, мы видим то, что пара уже подобралась к сопротивлению 1,31. Уверен, что это только начало, дальше будет 1,32, поскольку нет никаких сомнений, что рост американца сохранится. Из других валютных активов австралиец против доллара снижается, и мы здесь говорим про низкую инфляцию, снижение цен на железную руду как главный экспортного товара, слабую статистику на рынке труда и готовность резервного банка австралии также снизить процентную ставку. Актуальные котировки 1,01, точнее 0,7158. Новозеландская валюта против доллара также снижается 0,6678. USDCAD 0,9950. Несколько десятков пунктов до паритетного значения. Очень надеюсь и рассчитываю то, что среди вас есть трейдеры, которые слушали тогда о тех основаниях, которые присутствовали на рынке, чтобы покупать доллар против франка, воспользовались этой идеей и сейчас уже в хорошем профите. Профит будет еще больше, когда мы доберемся до паритетного значения. Произойти это может уже, в принципе, до конца сегодняшней торговой сессии. Из важных событий сегодняшнего дня стоит отметить так, секундочку, индекс потребительских цен Германии. Этот отчет выйдет в 15.00 по московскому времени. Советую настраиваться на слабую цифру и уж тем более, если мы получим слабый отчет по Германии, у нас будут основания рассчитывать точно такая же слабость проявится и в завтрашнем отчете по индексу потребительских цен еврозоны в целом. А если завтра выйдут слабые цифры по инфляции, тогда уж все карты будут на руках, чтобы дождаться мягких комментариев от Драги в предстоящий четверг. Ставим на ослабление евро, учитывая такие новостные ожидания. Также хочу отметить, что сегодня с большим удовольствием я анонсирую очередной бонус. Кодовое слово сегодняшнего дня в волатильности. Бонус на пополнение 14%. Действует он до завтрашнего брифинга. Не забывайте о том, что в 16.30 по московскому времени состоится вебинар. С огромным удовольствием буду вас всех там наблюдать. Также можно будет задать любой интересующий вопрос касательно финансовых рынков. С удовольствием на него отвечу. На этом все.